Приветствую вас. Смотрите, какая получается ситуация. Вы говорите, что периодически устраиваете истерику своему мужчине и обижаетесь на него. Он из-за этого получает стресс, и потом не разговаривает со мной и злится на меня. А здесь есть нюанс и тонкость, а именно, вы можете либо делать это специально, чтобы ваш мужчина злился на вас. Повторяю, модель поведения со своими родителями. То есть, то, что вам сказали, да, по поводу того, что это такая недолюбленность. Недолюбленность. Это, да, это одно дело. Недолюбленность может иметь место, но для вас истерика – это средство. Средство для чего-то. И либо вы с помощью этого средства пытаетесь получить внимание, которого вам не хватает, либо вы с помощью этого средства пытаетесь себя наказать тем же тем, что мужчина не разговаривает с вами, обижается на вас никогда. То есть, вы сами пытаетесь довести его до этого состояния, испытывая при этом некоторую потребность во внимании. И потребность во внимании, ну, довольно серьезный раз вы, как бы, устраиваете истерики, да, своему мужчине. Дальше. Следующий важный момент. Вы говорите, что он тоже вредный, но вы терпите. То есть, здесь получается как, что вы жертвуете собой зачем-то, вы идете на жертву зачем-то для того, чтобы что-то получить для себя от этих отношений. При этом мужчину вы называете вредным. То есть, вы его до конца не принимаете, но терпите его ради каких-то своих целей. Соответственно, если вы его до конца не принимаете, значит, нет никакой любви. Если нет любви, то нет и гармоничных отношений. И, скорее всего, что для вас по-другому и невозможно. То есть, вы не можете по-другому, ну, выстраивать отношения, ну, например, с мужчинами, теми же. Почему, опять же, вопрос возникает. Почему не можете? Потому что вы изначально не принимаете полностью себя. И из-за того, что вы полностью себя не принимаете, из-за этого вам нужен кто-то рядом с вами, чтобы, ну, чтобы, возможно, принимал вас, и чтобы вы себя с ним чувствовали хорошо. Вот. То есть, здесь, опять же, необходимо определиться с целью, по которой вы терпите его. И вы все отношения с твоей, так, строите на терпении. То есть, не на принятии, да, его, а именно на терпении, на подавление себя. Как бы. Ну, и в таком случае нет ничего удивительного, что вы не счастливы. Далее. Сдерживать себя не нужно. Вот. Именно сдерживать. Потому что вы себя сдерживаете, и ничего хорошего из этого не происходит. Абсолютно. Вот. Из-за того, что вы себя сдерживаете, ничего хорошего не получается. Поэтому именно сдерживать себя не нужно. Вам необходимо повышать свой эмоциональный интеллект. Что это значит? Повышать свой эмоциональный интеллект – это значит отслеживать негатив, который у вас нагапливается, и своевременно его реализовывать. Сначала определить его причину вообще. То есть, кто-то говорит, что у вас родительская семья. Недолюблен еще. Да, возможно. Эстерика как потребность во внимании. И единственный способ выразить свое потребность во внимании, да, вполне себе подходит под это определение. Но, может быть, и другое. Может быть, вы просто испытываете какой-то негатив, который вы не привыкли корректировать, который вы не привыкли убирать себе. И из-за этого, из-за этого, и возникает, собственно, такая проблема. То есть, у вас есть явно накопление негатива, накопление бонусов, причем бонусов постоянно. И у мужчины вашего тоже есть такое же, по сути дела, такое же поведение. То есть, вы выбираете себе человека, который либо похож на ваш первичный образ мужчины. Или на анимус, как его называют. Либо наоборот, является его антиподом. Это называется либо сценарий, либо контрсценарий. Вот. И, соответственно, это и является ключевым моментом. Это и является ключевой особенностью вашей. Образ мужчины, с которым бы вы могли взаимодействовать, какой, если вы говорите, что человек вредный? Отношения для вас идеальные, они вообще какие? Вы каких отношений для себя хотели бы сами? Понимаете? Это все очень важные вещи, которые вам нужно знать. Какая женщина вы? Что вы можете давать мужчине? Значит, что вы априори хотели бы получить от мужчины? Как вы мужчину, например, мотивируете к тому, чтобы он вам это давал, например? Это вот такие вот ключевые вопросы, на которые вам необходимо ответить. Для того, чтобы более осознанно выстраивать свои отношения. Ваш мужчина, у него тоже есть определенные проблемы. И, как бы, вопрос в том, хочет ли он их решать. Потому что его поведение, его реакция на конфликты, на проблематику, она ни в коем случае не является здоровой. И, кто знает, может быть, вы специально выбрали себе такого мужчину, потому что он единственный, с кем вы можете взаимодействовать наиболее адекватно, скажем так. Вот. То есть тут, на мой взгляд, с этими моментами тоже нужно разбираться в любом случае. Значит так. Вы пишите, принимаю его, но вот иногда обижаюсь на его замечание. Так, принимаете или обижаетесь? Что это за противоречие? Понимаете ли вы, почему он делает вам замечание? Или вы чувствуете, что вас задевает то, что он делает вам замечание? Да? Вот. И именно поэтому вы обижаетесь. То есть, что для вас обида? Как вы реагируете на обиду? Как вы ее воспринимаете? Обиду. И не обиды ли являются, как бы, многопитительным механизмом для того, чтобы вы устраивали истерику? Вы говорите, причин вперед нет, но он делает вам замечание. Значит, с его стороны тоже нет принятия вас. И вы выстраиваете такие отношения, в которых вы друг друга не принимаете. Почему? Потому что вы полностью не принимаете себя. Почему? Потому что вас не принимали полностью родители. Вот так. И сперва нужно полностью принять себя, потом принять другого, а потом уже будет видно, нравится ли вам другой или нет. И если не нравится, то просто вы расстаетесь, идете дальше и включаете человека, который принимает вас абсолютно безусловно. Вот так. А может быть и нет, может быть вы примете этого мужчину и перестанете реагировать на его замечания и перестанете устраивать истерику. Еще раз. Истерика – это следствие вашей внутренней неудовлетворенности. И ее, эту внутреннюю неудовлетворенность, нужно обязательно найти и разрешить, то есть помочь вам снять напряжение или снимать напряжение самой, без истерик. Вот. На этом все. Надеюсь, не помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.